Вся в предвкушении, волнении. Ну что, вот мы и встретились снова. И будете мне мешать спать по ночам? Лерочка за это время так выросла. Знаете, что мне подарили в роддоме и в Чуревоне? Салфеток много тоже не бывает. Я не знаю, правда, как ее заваривать. Всем привет, ребята, с вами Вика. Сегодня мы выписываемся из Чуревона. Коля только что за нами приехал. Я очень этому рада, потому что уже соскучилась и по дому, и по Лере. Хочется поскорее домой. Вся в предвкушении, волнении. Почти уже все готово. Осталось только собрать малыша, собрать сумки, ну и все. А малыша нужно отдать медсестрам, они его соберут, одевают. О, все, 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 все. Ну что, вот мы и встретились снова. Снова здравствуйте, да. Да, наконец-то я теперь свободна, никуда больше не поеду. Коля мне встретил с вот такими замечательными цветочками. И все, и мы готовы. Лерочка, на старте. Начало новой истории, новой жизни. Да, да, да. Нам, кстати, там дали бутылочки. Несколько штук. Подарок. Малыш спит? Я думаю, будет на что-нибудь. Он уснул? А, нет. Не, он не спит, он что-то изучает. Он встречает, он вот знакомится. Хотя мы уже с ним знакомы, но он вообще поменялся уже за это время. Да. Все, мы готовы? Мы готовы. Погнали. Ну, что сказать, друзья. После выписки пока еще непонятные чувства. Такое ощущение, как будто бы вышло на свободу. Сейчас мы присели в кафе, потому что никто из вас не ел, да? Да. А я-то поела, мне с утра и завтрак принесли. Перекус, кстати, не принесли. Видимо, все в курсе там, что я сегодня выселяюсь. Потому что и уборка тоже. Все комнаты убрали, кроме моей. Ну, а смысл убирать, да, если я все равно выселюсь, потом спокойно уберут. Что мне еще сказать по поводу чуревона? Мне понравилось там находиться. Время быстро пролетело. Я когда заселялась, я думала, блин, целую неделю. Но на самом деле очень быстро время идет. Тем более там свой режим дня, распорядок. И это, с одной стороны, хорошо, это дисциплинирует. А с другой стороны, ты, по сути, ничего не можешь сделать. Например, в первую половину дня у тебя все занято. Расписано по часам. В 8 часов у тебя завтрак. Через час кормления. За это время тебе нужно поесть успеть. Потом приходит уборка, стирка и так далее. И постоянно к тебе кто-то стучится. Постоянно кому-то что-то от тебя надо. Ну что, Николай, что скажешь? Я? Волновался? Ждал этого дня? Волновался, ждал. Я вообще, знаешь, хотел купить цветы. Там все сделать по красоте. А в итоге вообще забыл изначально заказать заранее. Так что я признаю свою ошибку. Но, видишь, я все-таки нашел цветы. То есть здорово. И, наконец-таки, сегодня вы поедете домой. И будете мне мешать спать по ночам. Кстати, я сегодня поймала себя на мысли, что это была последняя моя спокойная ночь, когда я спала беспробудно. А дальше уже начнутся такие прерывистые сны. Постоянно просыпаться надо будет. Но ничего. В принципе, у меня во время беременности была бессонница. Весь третий триместр. И потом я узнала, что, оказывается, природа специально так задумала. После рождения ребенка, чтобы мама привыкала и не спала по ночам. Тоже такое интересное наблюдение. Ну, я, в принципе, к этому готова. Веру уже как-то вырастили. С ней так же было непросто. Ну, в плане, первый месяц по-любому будет как-то адаптация, вот это все, притирки. А потом ничего. Притремся и выработаем свой режим. И все вообще отлично. Ну, и сейчас тоже отлично, да. У меня вообще настроение замечательное. И погода сегодня вообще не подвела. Так солнечно, ярко. До этого, пока я там находилась, разная погода была. В основном хмуро было. Снег. Какая-то пасмурность непонятная, серость. И я не могла понять, почему в комнате так темно. А оказывается, на улице серо. И я все ждала. Сейчас солнце выйдет, выйдет. А в итоге-то и не было его. И так просто заканчивался день. Я не буду кушать, я поела, да, я уже говорила. Ну, могу кусочек так за компанию. Просто с утра не хочется мяса есть. Мы вообще все эти дни прям с нетерпением ждали. Я точно могу сказать, что события рождения, это все очень счастливое, как бы, да, такое вот событие. Очень такой волнительный период. Но нужно признать тоже, я потому что читала и комментарии, в принципе, и мне в сообщениях писали. Какие-то непонятки такие, где эмоции, где там и так далее. Что-то, естественно, остается за кадром. Когда уже эмоции такие, знаете, дают усадку, мы уже тогда начинаем что-то снимать и рассказывать. Но хочу точно сказать, что когда ты становишься родителем, жизнь меняется. И нужно время, чтобы адаптироваться к жизни с ребенком. И это нормально. Я про то, что, допустим, Коля сейчас говорит, что я забыл там букет заранее заказать. А потому что жизнь меняется. Помимо букета, там очень много других забот. Я ему даже говорю, это нормально, говорю, что там самое главное, говорю, это высыпаться. Потому что там ты ездишь за рулем. Плюс ко всему, там, Вика, допустим, сейчас будет восстанавливаться. Тоже самый главный сон. Все остальное, как бы, уже не важно. Просто нужно насладиться этим периодом, потому что он и так короткий. Я очень рада. Мы вообще с Лерой капец как ждали уже. Думаю, ну зачем Вика уже в этот череван поехала? Мы хотим, чтобы вы уже дома были, хотели там посмотреть, понянькаться. Просто вот часами мы с Викой на видеосвязи были все это время. И она просто поставит там камеру. И мы с Лерой смотрим на малыша, там смотрим. Короче, это не, знаете, те ощущения, которые описать даже невозможно. Вот такое вот состояние. Смотри, снова дали мейок. Лера, аккуратно он горит. Мейок, который ты, кстати, терпеть, наверное, уже не можешь. Им кормили просто каждый день, утром, в обед и вечером. Ну, иногда бывали другие супы, конечно. Но это редко, в основном мейок только. А Лера, не ес, смотри. Вкусненько, Лера. Кушай, это полезно. А, ты давно не ела? Мейок давно не ела? Нет, а на последний раз мейок мы здесь ели ровно неделю назад, когда тебя, собственно, ну, чуть меньше получается. Вы же тоже сюда ходили. Да, мы как раз тебя оставили и пришли сюда здесь есть. И вот еще раз, мне очень нравится то, что здесь тихо, нет большого количества людей, можно и с ребенком прийти. Это такой, знаете, маленький бизнес, как бы семейный. И очень так камерно здесь все. Лерочка за это время так выросла, такая большая уже стала. Скучала по маме? Да. Какие мы несливались. Вообще отличная погода сегодня. Мне прям повезло. Если бы сейчас снег был бы хмуро-серо, то, конечно, настроение было бы соответствующее. Все-таки погода решает. Ты поиграла с снегом? Я даже снеговика сделала. Ага, молодец. Мы с Лерой вышли прогуляться по территории здесь. Можно спать. Пока Коля с Ники кушает, потому что мы с Лерой так не хотим кушать. Сейчас заехали в Икею взять вот такую накладку на пеленальный комод. До этого сколько раз приезжали, примеряли, я все сомневалась, потому что он прям впритык. Я думала, что будет это как-то неустойчиво. Сейчас с Ники просто приехали. Я хочу, чтобы она тоже посмотрела, и мы вместе как-то смогли понять, вообще подходит это или нет. Сейчас вернемся в отдел с комодами и снова примерим. Просто в Корее не такой большой выбор пеленальных комодов. Да и вообще, в принципе, детской мебели не так много. В Икее они есть, но вот сейчас я покажу Ники, модели, которые есть. Они вообще громоздкие такие, объемные. И по сути, ну мне не нравится, да? А вот я видела много моделей в России есть, и в других странах, СНГ, в Казахстане. Мне там понравились. Много есть интересных моделей. К сожалению, в Корее такого нет, поэтому будем выкручиваться из того, что есть. Мы уже приехали домой. И пока не забыла, пока еще не разложила вещи, хотела вам показать, что мне подарили в роддоме и в Чуревоне. Какие были подарочки. Их, конечно, не так много, как бывает вообще, да? Потому что мне писали многие, что вот мне там целую коробку подарили, мне там что-то. Ну, что есть, покажу, да? Вот такую пачку салфеток влажных детских я уже использовала. Ну, пока пеленала, пока меняла подгузник. Это мне подарили, по-моему, в роддоме, да. В Чуревоне подарили пледик. Это, по-моему, летнее одеяло, похоже на муслин. Но я что-то в Корее еще не видела муслин. Как ты думаешь, что это муслин? Ну, я думаю, что это не муслин. Нет. Нет, да? Может, бамбук это? Ну, мягкое, комфортное. Летом пригодится. Да и вообще, одеялок, пледиков много не бывает. В коляску, в кроватку хоть куда стелил. Так, дальше. Это мыло жидкое для рук в Чуревоне подарили. Это подарили тоже Чуревоне. Два подгузника. В основном здесь вот такие пробнички, для того, чтобы мама могла понять. Если что-то понравилось, то могла потом заказать уже большую пачку. Это в роддоме подарили. Пачка подгузников. Серия Нью Борн. Четыре с половиной кило. Сейчас ему, думаю, будет как раз. Дальше. Это у меня здесь записная книжка ребенка. Такая же у меня есть, только для беременных. Мне ее вернули. Сказали, что можно оставить себе на память. Там все снимки УЗИ, все записи. Ну и оставлю себе на память. В Чуревоне, как только я заселилась, мне подарили вот такую серию детской косметики. Здесь лосьон для тела, очищающая вода, cleansing water и очищающий гель. И еще какой-то крем. Я еще не разобралась. Еще подарили бутылочку в роддоме. Это в Чуревоне подарили. Две пачки маленьких детских салфеток. Просто все в одну кучу смешали. А так я помню, где что подарили. Пока. Но уже через несколько дней я опять, наверное, забуду. Здесь такой слюнявчик. Ну не слюнявчик, а платочек. Кстати, платочками очень удобно пользоваться. И вот хорошо, что Ники много таких привезла. Вот это комплект с пледиком получается. Видишь, такой же плент. Так, дальше. Пробиотики. Здесь тоже их немного попробовать. Это детская смесь. Также пробнички. 10 пакетиков, чтобы можно было попробовать. Я не знаю, правда, как ее заваривать. Здесь есть инструкция. Я думаю, мы с тобой разберемся. Да нет? Еще детские салфетки. Салфеток много тоже не бывает. Вот еще большая пачка детских салфеток. Это можно уже дома использовать. А маленькие можно брать с собой на прогулку. Это средство для стирки детских вещей именно. Капсулы? Да, капсулы. Ты знаешь, да? А, это просто, наверное, их надо лопать и заливать. Не надо. Это надо разговаривать. Как ты кидаешь? Ты же у меня кормила? Я кормила. Я уже забыла. У меня после родов немножко с памятью. Немножко сдвит пошел. Здесь всякие рекламные брошюрки. И при этом есть что-то полезное. Допустим, отмечать календарь прививок. Что-то вот такое. Посмотрим. Я еще тоже не смотрела. Потом разберусь более подробно. Ну и все. Здесь у меня рекомендации. Памятка для мамы по уходу за новорожденным. Мы это дали в роддоме. Что да как. Как купать. Обработка пуповины. Калу новорожденного. Желтуха. Прививки. Температурный режим. И так далее. На русском, что ли? Да, на русском. Такие были подарочки. Ой, малыш плачет уже. В общем, мы дома уже. Сегодня наш первый день. Дома. Это так непривычно. С одной стороны. Я когда уезжала отсюда. День 8 назад уже, да? И мне тогда вообще не хотелось никуда уезжать. Я все думала. Как бы остаться дома. Все уже так было привычно. Накатано. Но я точно знала, что вернусь я сюда уже не одна. Так и вышло. Я Коле говорю. Вот представь. Я сейчас закрываю дверь. Мы с тобой спускаемся с сумками. А приеду я уже. И мы будем все вместе. Начинается у нас уже новый этап в жизни. Так что, друзья. Малыш уже плачет. Я пойду его кормить. И на этом я буду видео заканчивать. Я думаю, что оно получилось очень таким интересным. Искренним. Все, как есть, показываю. Ну, а больше всего я рассказываю, конечно же, в своем телеграм-канале. Ссылочку оставлю в описании. Обязательно приходите, подписывайтесь. И не пропустите все самое важное. Также не забывайте подписываться на мою инсту. Ссылочка также будет в описании под видео. Увидимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи. Всем пока-пока.